Рахмет Омер, да, информационный частный телеканал Алматы продолжает новости на русском языке. Смотрите в этом выпуске. Замечание и строгий выговор Бакаджан Сигентаев потребовал наказать руководителей районных управлений за отсутствие сотрудников в мобильных постах полиции. Землю изъяли для государственных нужд, а хозяйка в итоге оказалась у разбитого корыта. Почему власти района оставили пенсионерку без крыши над головой? Подробности в материале Дениса Зимцова. Жители микролайона АЩПП задолжали крупную сумму денег за несуществующую канализацию. Почему люди начисляют эти деньги и как они смогут с ними рассчитаться, узнавала я, Дана Тайденова. Отопительный период в Алматы. Как жители города борются за тепло в своих квартирах, расскажу вам я, Анастасия Яцул. Молодых и успешных наградили на форуме ЕЛЮМЦ в Алматы. Чем отличились и какой вклад внесли юные казахстанцы, знает Рамина Мирзалимова. В Генеральную прокуратуру страны поступило заявление о пытках. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Комментируя с журналистом дело Олеси Кексель, экс-главы отдела специальных прокуроров о недозволенных методах следствия. В Генеральную прокуратуру поступило заявление, которое заявило, что в ходе проведения следствия в отношении него были допущены недозволенные методы следствия, в части принуждения к даче показаний со стороны бывшего руководителя службы уголовно-предследования Генеральной прокуратуры Кексель. Данное заявление было поручено Генеральной прокуратуре для расследования Министерства внутренних дел. В настоящее время следственным департаментом проводятся следственные действия. В отношении Кексель обвинение не предъявлялось, мера прощения не избиралась и она от следственных действий не скрывается. Напомним, ранее газета «Время» сообщила о начале досудебного расследования в отношении Олеси Кексель. Поводом послужило заявление предпринимателя о якобы незаконных действиях бывшего руководителя. Олеси Кексель в мае этого года была освобождена от должности руководителя службы специальных прокуроров. За расследование сложных коррупционных дел в 2017 году она была награждена орденом Айбен второй степени и признана госслужащим года. Глава города Бахаджан Сагентаев сделал замечание начальнику департамента полиции Алматы Серику Кудибаеву. Поводом послужило отсутствие его подчиненных в мобильных постах полиции возле выставочного комплекса «Атакент», торгового центра «Мирей», «Зеленого базара» на Арбате, а также на углу улиц Медикулова-Бектурова и в парке имени Ганди. Эти участки Аким Алматы лично осмотрел накануне. Из-за такого отношения к сохранению общественного порядка глава мегаполиса распорядился объявить выговоры руководителем полиции четырех районов, а Акима ограничились предупреждением за плохой контроль. А уже на другом заседании по вопросам обеспечения общественной безопасности и профилактики ДТП, которое проходило с участием министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, Аким назвал три главные сферы, которые необходимо привести в порядок. «Первое – это качество медицинского обслуживания, второе – качество образования, третье – безопасность. Эти вещи в руках соответствующих государствам, что привести в порядок по здравоохранению. Мы большие деньги будем плевать на здравоохранение, будем закупаться, строить отдельные современные клиники». С начала года в мегаполисе совершено около 4000 ДТП. При этом летальные случаи на дорогах страны удалось снизить, заверил Ерлан Тургумбаев. И все благодаря зарубежному опыту и превентивным мерам. По его словам, в скором времени модернизируют Центр оперативного управления. А еще полицейские мегаполиса приступят к сервисной службе. Также глава МВД рассказала об увеличении заработных плат сотрудникам правоохранительных органов. Столичный департамент полиции обнародовал кадры задержания вооруженного молодого человека, героя нашумевшего ролика. На видео запечатлен штурм квартиры, в которой находился 24-летний парень. Выяснилось, что он был ранее судим. По факту проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство и незаконное хранение и ношение оружия и взрывчатых веществ». Молодой человек в социальных сетях демонстрировал пистолет и винтовку, выкрикивая «Астана наша». Герою ролика грозит крупный штраф в размере 500 тысяч тенге, либо арест на 50 суток. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и проводят досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса Казахстана. В Алматы пропала 22-летняя Акнур Маженова. В нашу редакцию обратилась мама девушки Алия Алишева. Женщина говорит, что кроме Акнур у нее есть еще трое детей. Семья живет в 80 километрах от Алматы в Янбекши-Казахском районе. Сама же девушка жила на квартире в мегаполисе. Работала в одном из городских кафе. Девушка пропала 7 ноября. Она вышла с работы в 11 часов вечера и после этого ее никто не видел. Шесть дней назад мама пропавшей обратилась с заявлением в полицию, но результатов пока нет. Жена Татьянова с подробностями. В это кафе Акнур устроилась чуть больше месяца назад. И именно отсюда, 7 ноября в 11 часов вечера в конце рабочего дня, девушка пошла домой. И после этого ее уже никто не видел. Коллеги Акнур-Маженовы отзываются о ней хорошо. Девушка дружелюбная, не конфликтная. Отзывчивая, но скрытная. Никогда никому не рассказывала о семейных проблемах и личной жизни. Несколько месяцев назад она поменяла место жительства. Новый адрес Акнур не знал никто, рассказывают коллеги. Она была очень отзывчивой и дружелюбной. Раньше никогда не уходила без причины. Если даже ей нужно было, отпрашивалась и заранее предупреждала, что поедет в АУ или еще куда-нибудь. В 11.00 мы вышли с работы. Вообще я лично выхожу вместе с директором. Он живет неподалеку, поэтому мы выходим вместе. Но Акнур ушла одна ровно в 11 часов. На следующий день она не пришла на работу. Когда мы хотели позвонить ей на мобильный, но оказалось, что телефон у нее сломался, и она ставила его на касте. Через два дня мы позвонили ее маме и сказали, что Акнур уже вторые сутки не выходит на работу. Мама девушки Алья Алишева говорит, что Акнур поступила в колледж в 2017 году. Сразу после окончания решила остаться в Алматы и начала работать. В основном она трудилась в различных местах общественного питания. Женщина говорит, что недели две назад ее дочь сменила место жительства. О новом адресе девушки мать ничего не знает. Женщина говорит, что никаких семейных конфликтов у них в последнее время не было. Девушка изредка приезжала в родной аул, иногда помогала деньгами. Последний раз Акнур звонила матери в день исчезновения. Она звонила мне прямо в тот день, только с городского, с рабочего номера. Она сказала, что сломала мобильный телефон и попросила купить ей другой. Этот телефон тоже я ей купила. Но она сама платила за него. Парня у нее не было, по крайней мере, мне она ничего не говорила. Да и девушки, с которыми она работала, тоже ничего не знают. Дней 10 назад она переехала на другую квартиру. Новый адрес так и не сказала. Неделю назад мать девушки подала заявление о пропаже дочери в полицию. Но результатов пока никаких нет, сообщила Алья. Теперь она намерена обратиться к волонтерам, которые занимаются поиском пропавших людей. Она также просит всех неравнодушных сообщить о местонахождении ее ребенка. Жанна Тайтенова, Нуржан Уразбеков, телеканал Алматы. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. В Алматы жители 40 домов микрорайона Айша-Биби неприятно удивили квитанции с задолженностью по канализации, которой люди никогда не пользовались. В результате горожане задолжали холдингу Алматы-Су десятки тысяч тенге. Но в предприятии заявили, что счета людям были выставлены вполне оправданно. Жанна Тайтенова разбиралась в запутанной коммунальной истории. В микрорайоне Айша-Биби, говорят местные, никогда не было трубы для слива фекалий. Почти у каждого владельца дома во дворе есть септик, который приходится регулярно вычищать за свой счет. Поэтому появление квитанции на кругленькую сумму в виде задолженности за канализацию людей, мягко говоря, возмутило. Канализации нету, идут деньги за канализацию. Водопровод мы строили сами, на балансе, говорят, нету водопровода. Ну вот, случается авария, мы вызываем водопровод, приходят, говорят, да, этот участок у нас на балансе не стоит, делайте сами. Неоднократное обращение в Акимат района результатов не принесло, сетуют жильцы. Собственники частных строений говорят, что чиновники и Горводоканал отмалчиваются и якобы не заинтересованы в решении их коммунальных проблем. Вот вы видите сейчас четыре улицы, здесь 80 домов и ни у кого из нас нет канализации. Кто-нибудь может решить нашу проблему? Для того, чтобы разъяснить ситуацию, мы обратились в Алматы-Су. В городском коммунальном предприятии сообщили, что подобная проблема была почти у всех владельцев частных домов города. Однако многие уже, мол, решили вопрос. Долг не хотят оплачивать только жители микрорайона Айшабиби, заявили в холдинге. С 2009 по 2015 год существовало законодательство, согласно которому есть канализация к подключению городской сети, нет. Все должны были платить за септик. Однако в 2015 году совместно с нашим предприятием Алматы-Су и Акиматом были внесены предложения по изменению законодательства. И эти начисления для тех, кто сливает просто в септик, они были остановлены. Соответственно, мы просили жителей для того, чтобы снять, обращаться в судебные органы. В Алматы-Су также заверили, что и эти долги скоро спишут. Впрочем, сами жители просят подвезти несуществующую канализацию к своим домам. В Акимате района сообщили, что людям придется подождать как минимум еще лет пять. На текущий год у нас ведутся строительные монтажные работы вновь присоединенных. В микрорайонах это Кайрат, Нушашхан, Альмирик, водопровод, центральная канализация, где там у людей центрального водоснабжения даже не было по ним. Также завершается разработка проекта, проходит государственную экспертизу района Пятилетки. Здесь трасса недалеко проходит, но в настоящее время не разработана проекта документации. Но, как выяснилось, несуществующая канализация – не единственная проблема, которую просят решить местные. Люди требуют открыть дорогу, которая ведет к школе, поликлинике и детскому саду. Привычный путь, по которому горожане вводили своих детей в школу, по непонятной причине перекрыли. Теперь жителям приходится обмотать лишние километры. Перекрыли проход тут. И мы теперь дети. Мы 20 лет ходим по дороге. У нас нет школы в нашем районе, у нас нет поликлиники, у нас нет детского садика. И все находится в Жасканате, либо за Шемякино. Мы туда ходим. Нам закрыли проход. Не знаю, частник, не частник. Мы туда попасть не можем. Теперь мы ходим очень далеко, очень вокруг. Дети ходят, дети плачут. Однако и тут представители местного Акимата бессильны. Чиновники оправдываются, что земля, по которой многие годы ходили жильцы, теперь частная собственность. И только владелец вправе распоряжаться своим владением. Жанна Таитенова, Асид Кундакпаев, телеканал Алматы. Несладко в эти выходные пришлось и жителям 33 многоэтажных домов в Нурсултане. Из-за прорыва водопровода горожане остались без воды. Это уже вторая техногенная авария за неделю, которая произошла на пересечении улиц Туран и Саганак. В результате последствия ЧП пришлось восстанавливать почти сутки. Из столицы передает Миральжанова. Эти кадры, на которых горожане в лютый мороз стоят с баклажками, в очереди за питьевой водой за считанные часы покорили социальные сети. Одни пользователи интернета не стеснялись в выражениях, осуждая чиновников, другие выбирали слова поддержки горожан. А кто-то даже вспомнил, что столичные еще не успели оправиться от конца света. Неделю назад почти все левобережье было обесточено. Так теперь очередное испытание. В одночасье без живительной влаги. На 12 часов остались жильцы сразу 33 многоквартирных домов. И долго устраняли действительно этот порыв. При том, что сети все практически даже в городе, насколько я знаю, они все новые, но почему-то все время дают сбой. Где-то порывы, где-то трубы уже изнашиваются. Это, наверное, все-таки некачественная работа, ранее выполненная по прокладке инженерных сетей. Три года мы живем, уже и воды нет. Это же второй раз, кажется. А пенсионерам ходить по такому льду вчера это невозможно. Я видела, где-то ночью через окно видела, столько такой очередь, как во время войны. Самое главное, чтобы эта работа, то, что государственные деньги на такую нужду нормально растратились, а не по карманам. У нас не было запаса воды, и вечером сюда приезжала машина, мы не успели набрать. Там было много народу, и вода кончилась. Выяснилось, что причина отсутствия водоснабжения – техногенная авария. На пересечении улиц Туран-Сыганак вновь прорвало водопровод. А пока коммунальщики проводили ремонтные работы, людям пытались подвозить воду на спецмашинах, но всем не хватило. Сервисные компании заявили, что на полторы тысячи жильцов поставщики выделили всего несколько машин воды. Общее количество квартир – 554. И считайте, четвертые, шестые дома – это умножить 554, умножить на 3 – это около полутора тысяч, даже больше. То есть здесь, конечно, была паника. Люди здесь очередями стояли. Когда водоводска приезжала, 10-метровые очереди собирали, чтобы воду эту набрать. Подачи воды очень мало было, потому что, я не знаю, наверное, сюда, на нашу сторону, один-два раза только приезжала вода. В Астана Суарнаса заявили, что начиная с полудня уже организовали подвоз воды. Три водовоза, совершая по несколько рейсов в общей сложности, привезли жителям около 55 тысяч литров живительной влаги и объяснили причину коммунальной аварии. – Основная причина аварии в связи с климатическими условиями в городе Нур-Султан – идут подвижки грунтов, то есть изменение температуры, подвижки грунтов. В результате этого был разрыв сварочного шва. Все водопроводы, которые подлежат гарантии, они обследуются и также выдаются заключения, где есть угроза аварии, где есть на данный момент образовавшиеся аварии. Конечно, это все анализируется и в конце потом выводится, по итогам анализа уже выводятся результаты. По информации Астана Суарнасы, данный водопровод был введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Сейчас решается вопрос о применении мер в отношении подрядной компании, которая осуществляла ремонтные работы на месте ЧП. Мира Альжанова, Али Мухтаров, телеканал «Алматы Нур-Султан». А вот жители Турксибского района Алматы вообще вынуждены обходиться без отопления в квартирах. Горожане во всех бедах винят КСК за слабый контроль и подрядную организацию за якобы несвоевременную замену трупов в многоэтажном доме. Однако глава кооператива озвучил свою версию конфликта. Анастасия Яцун продолжит тему. Люди только приезжают сюда по пингу. Нешуточные страсти разгорелись между жителями Турксибского района Алматы и руководством КСК «Ива». Люди утверждают, что в их квартиры не поступает тепло. При этом в управляющей домом компании вины не признают. Заявляют, что люди нарушили правила эксплуатации стойка. Сами же жильцы говорят, что проблемы с отоплением у них начались после того, как дом попал в программу модернизации ЖКХ. Тогда подрядчики начали менять подающие тепло трубы в подвале дома. Но свою работу не закончили. Если до этого, до монтажа, до модернизации у нас все было в норме, и горячая вода шла как надо, и отопление у всех было нормальное. Мы как-то вначале контроль не делали, а когда мы уже после четырех месяцев смотрим, уже модернизация затягивается, сроки-то, начали проверять, там столько косяков было, столько косяков. По словам людей, вечером в квартирах невозможно находиться. Разницы с уличной температурой практически нет. Каждый житель уже купил себе обогреватель. Правда, это не всегда спасает. На кухне постоянно вот так холодно. Это сейчас на улице тепло. А если зимой как будет, у меня одна почка, я не могу вот так в такой холоде жить. К вечеру вообще она остывает, как будто там воды не было или там тепла не было. Не знаю, что нам делать. Вечером придите, посмотрите, где холодильник. Если что-то там в квартирах примут, они должны уже там, это уже платная услуга идет. При этом в управляющей домом компании Ива считают, что тепло в квартиры поступает плохо из-за самих жильцов. Люди нарушили правила эксплуатации стояка. Кто-то установил теплые полы, а кто-то поставил трубу несколькими диаметрами меньше. И теперь решить эту проблему невозможно. У коммунального предприятия нет доступа в эти квартиры. Собственники переделали систему отопления, сделали это неверно. Мы дали им и устное предписание, и письменное предписание, чтобы они устранили нарушение в ближайшее время. Мы будем вынуждены обратиться в суд, чтобы уже государство вас обязало принять меры к своей квартире. Теперь инициативная группа этого дома собирается пойти на прием к Акиму Алматы Бакаджану Сагентаеву. Люди хотят рассказать городоначальнику, с какими проблемами сталкиваются каждый день. И попросить его помочь решить острый вопрос с коммунальщиками. Со слезами на глазах к нам в редакцию пришла женщина, которую оставили без крыши над головой. Жительница поселка Екпенде Янбекши Казахского района рассказала, что местные власти построили на ее десяти сотках земли резервуар для хранения питьевой воды, а собственницу вышвырнули на улицу. Власти же, в свою очередь, заявляют, что предложили ей другой земельный участок в этом же поселке. Но условия якобы не устраивают. Разобраться в деле брошенной пенсионерки отправился мой коллега Денис Зимцов. Когда-то на этом месте стоял двухквартирный дом, в котором проживало около десяти человек. Но районными властями было принято решение снести жилое строение и установить на его месте резервуар для хранения воды. Тогда вопрос обеспечения района питьевой водой был в приоритете. Местные жители не стали возражать, так как им пообещали выделить землю в этом же поселке. В итоге дом снесли, резервуар восстановили, но про законных владельцев земли местные власти почему-то забыли. В снесенном доме, на месте которого сейчас возрешается резервуар для хранения воды, или как его прозвали местный водный гроб, Раушан прожила всю жизнь. Власти поселка Екпинды обещали выдать женщине землю в другом месте и даже помочь залить фундамент жилого строения. Нашли участок, показали примерное расположение новой земли и выдали документы. Но они оказались недействительными. Все равно эта земля как-то меня грела. Знала, что когда-то я могу построить здесь что-то. Выйду на пенсию. Сейчас на пенсии, все равно живу на квартире. Выяснилось, что документы, которые Раушан предоставили в местной администрации, в Соне регистрировать отказались, мотивируя тем, что без решения суда юридических прав на землю у нее нет. Если у меня госакт старый заберут, то я не та земля у меня, ни той земли не будет, ни этой земли не будет. Поэтому там эти юристы сказали, а пока у вас вот этот старый документ, вы еще можете что-то доказать. А когда у вас нету этого документа, уже вы ничего не докажете. В местной администрации поселка Екпинды заявили, что глава находится в отпуске и выйдет на работу только в конце месяца. Но нам все же удалось с ним связаться. В телефонном разговоре Аким пообещал решить вопрос с земельным участком в ближайшее время. По ее жалобе, она не одна была, а там еще гражданка Данибекова. Точно такая же ситуация оказалась. А вот в управлении жилищной инспекции Енбекши Казахского района нам сообщили, что готовят бумаги на имя Раушан, чтобы выдать ей новую землю. И участие в этом процессе Акима поселка не потребуется. А решение суда и вовсе не нужно. Сколько еще Раушан, которая сейчас скитается по квартирам, ждать обещанного клочка земли, неясно. Но женщина пока не хочет регистрировать землю без решения суда, так как боится, что новый участок, который она так и не дождалась, может вообще никогда не получить. Денис Зимцов, Владислав Шишко, телеканал Алматы, Алматинская область. Напоминаю, что делиться новостями, уважаемые телезрители, вы можете, позвонив по редакционному номеру 266 39 67, а также отправлять смс-сообщение на наш WhatsApp номер 8 747 750 2502. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее не пропустите программу «Басты Назарда» с моей коллегой Айгирым Ертаулет. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!